Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Epica 2010 года выпуска. 2 литра автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 157 тысяч километров. Клинит задний правый суппорт. Поднимаю автомобиль, снимаю колесо и снимаю суппорт. Хочу выдернуть поршень и посмотреть в каком состоянии находится сам цилиндр и сам поршень. А там уже примем решение, что делать дальше. Поднимаем. Поднял автомобиль. Сегодня Анатолий, один из подписчиков, посоветовал взять зажимы для шлангов. Заказал. Следующее видео буду делать, покажу как этот зажим работает. Сейчас пока зажима нет, откручиваю штуцер. Чтобы жидкость особо сильно не бежала. Закручу изолентой. Пока. Закручу изолентой. Пока. Понятно, что это мертвого припарка, но бачок не опустошится. Откручиваю обе направляющие, головка на 14. И снимаю цилиндр. Цилиндр снял. Цилиндр снял. ВД-шка, видать, пыльник подраздел, он немножко пухлый стал. ВД-шка для смазки не подходит. У меня была совершенная химия очиститель тормозов. Выдавливаю поршень. Поршень очень плохо идет. Вд-шка для смазки не подходит. Поршень. Поршень. в самом состоянии появились раковины, которые уже под полировку не выйдут. А, нет, это не раковина, это грязь. Посмотрелись как раклина Это грязь Я явной причины от того что он туго работал не вижу сейчас эту манжет сниму аккуратно чтобы не повредить и вычищу здесь всю грязь помою и соберу обратно под манжетой тоже грязи нету только грязно все вокруг мою и чищу промыл прочистил с манжетой скажу что манжета подъеденная здесь кромку видно ее подразъела сейчас манжета нету скрывали только посмотреть собираю обратно здесь все промыл прочистил продул собираю на фребе вставляю на место манжет вставил манжету пыльник здесь заводится с торца под поршенек поэтому одевая немножко поршень в пыльник таким образом и завожу пыльник на место я наверно сначала заведу пыльник а потом одену поршень пыльник под тоже под разбух самое удивительное здесь под пыльник нет стопора пыльник он как сильно разъела я его просто не могу вставить поэтому вставляю в нахлёст смазки здесь добавлю заказываем ремкомплект пыльник манжету и будем устанавливать 5 от руки вот сейчас он идет легко от того что я его смазал он будет работать но манжета с пыльником под замену сейчас устанавливаю на место прокачиваю тормоза смазал немножко направляющие здесь нижняя была забита грязью одеваю цилиндр на место закручиваю болты так 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 Ставлю штуцер, одеваю со второй стороны шайбочку и закручиваю. Здесь под шланг есть направляющая, чтоб его не крутило. Открываю штуцер прокачки. А штуцер не продувается. Чищу. Почистил, продул. Заливаю тормозу. Все, прокачал тормоза. Смою эту грязь, которую у нас от тормозухи, от сборки. Продуваю и устанавливаю колесо. Но прощаемся ненадолго. Заказываем ремкомплект и перебираем оба задних суппорта. На этом все. Всего вам доброго. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.